Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас парфюмерные новинки в моем летнем весеннем гардеробе. Классная посылка от Педипари. Итак, поехали! Здесь есть прям очень давние хотелки, которые давно-давно очень хотелось попробовать. Наконец-то они ко мне пришли, наконец-то они появились на сайте. Ассортимент постепенно пополняется новыми парфюмами. И если вдруг вы не увидели тот парфюм, который вам хотелось бы на данный момент, этот парфюм может оказаться на складе. Поэтому делаете заказ, вам перезванивает менеджер, и вы у менеджера уже спрашиваете, нет ли такого парфюма в остатках на складе. И вам точно расскажут и сообщат, может быть он есть, но на сайте его нет. Вот такие фишки. Анонсируют девчонки новую упаковку. Уже вот так приходит посылочка. Новые коробочки, новые флакончики. Сейчас все расскажу, покажу. Каждый флакончик вот так обернут, завернут. У меня здесь подборка, очень крутая подборка весенних, летних ароматов, богатых, красивых, интересных, ни на что не похожих. Я их уже протестировала. Один мужской парфюм, который не тестировала, даже не нюхла. Вот в таких коробочках теперь приходят упаковки. Все презентабельно, все очень красиво. И это у меня 30 мл. У меня здесь абсолютно разные объемы. Еще теперь 50 мл можно приобрести в стекле. Ну, цена разница, допустим. Если вы на подарок покупаете, хотите, чтобы аромат был в стекле, вот так красиво упакован, пожалуйста, как бы можете в стекле. А так себе можно и в пластике, как говорится. 100 мл в стекле, 50 мл в стекле есть. И, девочки, как всегда в инфобоксе постараюсь в прикрепленном сообщении тоже закрепить скидку 10%. Мой промокод, он работает только по моей скидке, по моей ссылке. Не забывайте о том, что при покупке трех парфюмов четвертый вам идет в подарок. Если, обратите внимание, вы покупаете парфюмы объемом 30 мл, то вам и в подарок идет 30. Если вы берете три парфюма 50 мл, вам в подарок идет 50. Соответственно, и 100. Доставка от 3000 рублей бесплатная и подарок за онлайн-оплату. То есть, если вы сразу оплачиваете заказ до получения онлайн, то вам еще один парфюм идет в подарок, пятый получается. Пять парфюмов по цене трех, это на самом деле круто. Так, поехали. С чего хочу начать, с чего хочу начать? Я хочу начать, девчонки, с аромата Versace. Сейчас я их все достану. Из коробочек. У меня два аромата 30 мл. Один аромат 50 и мужской 100. На самих флакончиках тоже теперь, смотрите, новая наклеечка. Название аромата у нас и артикул вот здесь сбоку. Всегда, как бы не заблудитесь, не потеряйте, какой парфюм у вас в использовании. Не перепутайте ни с чем. Так, с чего начнем? Это Versace Versace. Не знаю, как правильно читается. Я вам картинки, как всегда, буду сбоку прикреплять, как выглядит оригинал. Я взяла 50 мл, потому что мне девочки давно советовали этот парфюм. Он такого желтовато-зеленоватого цвета во флаконе. То есть у него есть оттеночек. Я его ношу уже несколько дней, тестирую и могу сказать, что да, он великолепен. Он великолепен просто во всех смыслах. У нас здесь бергамот, инжир, зеленая груша, зеленый мандарин, цитрус и груша, лилия, жасмин, кардамон, нарцисс, сандал, кедр, оливки, мускус. Здесь много-много очень всего. Я не могу сказать, на что он похож, но он крутой. Он действительно крутой, он уникальный. И это прямо, знаете, вечер у моря, цветущие какие-то деревья вокруг. Но он абсолютно не приторный. Он очень легкий. И он с каждой минуты как-то на коже раскрывается. И на одежде даже по-разному. То есть вот я вдыхаю его, вдыхаю, вдыхаю, каждый раз какую-то новую ноту чувствую. Он настолько крутой. Мне очень понравился. Я быстро перестаю его на себе чувствовать, но окружающие на мне его чувствуют. Я так понимаю, что это мой аромат. Я буду с удовольствием пользоваться. Девчонки, прям весна, лето, это просто идеально. Многие сравнивают Versens, правильно читается, с летним теплым днем на берегу океана. Он здесь у нас с вами относится к группе мускусных, древесных и цветочных. Несмотря что к таким тяжелым группам относятся, он на самом деле очень легкий, искристый и игривый на коже. Вот крутой. И зелень здесь есть, и вот эти вот цветочки. И такая вот интересная база дорогая. Очень классная, очень шлейфовая. Аромат постоянно играет, раскрывается. Какой-то одной ноты нет. Он постоянно вот на коже играет. Мне это безумно понравилось, поэтому я прям с удовольствием его ношу. Пишут, что стартовые ноты, бергамот, груша, инжир, зеленый мандарин. Ну, не знаю, девчонки. И нарцисс я здесь тоже ощущаю. Прям вот есть. Мне очень нравится в последнее время нарцисс. Лилия, жасмин. Где-то вот все это потихоньку на коже играет, раскрывается. И он настолько шлейфовый и классный, крутой, что... Не знаю, вот когда последний раз мне попадался такой уникальный, классный парфюм. Так, давайте дальше. Дальше у меня 30 мл. Чарути 1881. Парфюм? Так, где он у нас с вами? Вот он он, Чарути. Аромат тоже достаточно интересный. Но меня немножко отпугивает здесь вот эта база Чарути. Она у них схожа практически во всех парфюмах. Он тоже нереально крутой. Он тоже весенний. Он тоже весенне-летний. Но вот есть в начале какая-то горечь. Что здесь так играет, я понять не могу. Здесь у нас с вами бергамот, фиалка, фрезия, ирис, ландыш, мимоза, роза, жасмин, апельсиновый цвет, герань. Ну, может быть, герань. Вот, скорее всего, это герань. Ирис, кориандр, нарцисс, ромашка, тубероза, жасмин, белый кедр, мускус, сандал, ваниль. Здесь тоже есть абсолютно все, девчонки. Вот абсолютно все. Это очень богатый аромат. Один из. Здесь больше 20 нот. И большинство из них цветочные. Это цветы. Это очень много цветов. Но вот в начале, когда я его наношу, мне в нос бьет, судя по всему, вот эта нотка герани, которая слегка горчит. Она исчезает буквально через 2-3 минуты и остается очень крутой шлиф. Вот очень. Смотрите, как его интересно описывают. Сначала встречает март, наполненный благоуханием ландыша мимоза. Нет, меня встречает герань. Но и мимоза тоже. Вот мимоза, она здесь четко присутствует. Дальше пудровое звучание фиалки ириса. Да, действительно, спустя несколько минут проскользает, начинает выходить на поверхность. Вот эта вот пудровость понравилась, очень понравилась. Он не тяжелый. Все ароматы, которые в сегодняшней подборке, не знаю, насчет мужского, будем с вами сейчас вместе тестировать, они все не тяжелые, они все на лето подходят. Они очень красивые, звучат и раскрываются вот именно прямо на теплое время года. Так, фоном переливаются розы, жасмин, фрезия, март перетекает в апрель, в воздухе витают ароматы цветов и трав. Да, действительно, травы здесь витают в аромате, они есть. Так, ромашка припыленная, припыленная ромашка, а приятную горечь добавляют гальба, гальбанум, я не знаю, что это такое, герань. Да, вот эта приятная горечь, слава богу, потом на мне уходит. И ромашку здесь начинаешь тоже ощущать. Но она действительно, она такая вот вкусная. Не как ромашковый чай, там и сбор какой-то, да, она действительно вкусная, она интересная. Она в гамме с вот этими, со всеми цветами очень классно раскрывается. Мне безумно понравился парфюм, с удовольствием тоже его буду носить. Вот эта вот только нотка горечи первоначально меня отпугивает, а так он очень красивый. Вот они все вот эти ароматы тоже, что сегодня у нас с вами, они на любой вообще возраст, на любой. Следующий аромат, который последние два дня ношу просто с превеликим удовольствием, девчонки, это Акваллегория мандарин базилик от Герлен. Он вот такой вот ярко-желтенький во флакончике. Это просто что-то с чем-то. Вот казалось бы, мандарин, Новый год, там пряники и так далее. Ничего подобного. Это весенний-летний аромат. И мандарин здесь играет такой свежестью. Вот мне хочется им обливаться просто. Он настолько легкий, он настолько богатый, звучит мандарин. Но я почему-то больше не мандарин чувствую, мандарин для меня что-то более сладкое, а апельсин. Сладкий апельсин, сладкий, вкусный, сочный апельсин. Вот я здесь чувствую именно его. Потому что нет вот этой мандариновой приторности и сладости. Ее здесь абсолютно нет. Есть свежесть. Это свежий красный апельсин, наверное. Вот так бы я его писала. С очень богатой, крутой, цветочной подложкой. Скажем вот так. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Это радостный аромат. Это точно радостный аромат. Знаете, девчонки еще бы называют очень классным, антистрессовым ароматом, который прям советуют приобретать, когда у вас какие-то депрессивные расстройства, что-то вас гнетет. Он действительно радостный. Вот когда его наносишь, это какие-то моменты счастья. Ароматерапия же это великая сила, тоже много от чего лечит. Душистый, искрящийся цитрусовый аромат. Сочная терпкая мякоть мандарина. Ну вот у меня апельсина красного собрана на юге Италии. Свежий аромат базилика. Здесь есть вот эта вот свежесть. Знаете, такая свежесть зеленой, сочной травы. После дождя даже слегка моя любимая, обожаемая нотка. Аромат свежескошенной травы, она здесь тоже присутствует. Наполняет энергией зеленый чай и в сочетании с древесными нотками. Но древесных нот здесь совсем немного. Аромат абсолютно легкий, очень крутой. Так, отражение 95 натуральных ингредиентов. Да, у них это такой эко-продукт. Ноты. Апельсиновый цвет. Горький апельсин. Не чувствую никакой горькости в этом аромате. Клементин, плющ, базилик, мандарин, пион, ромашка, амра. Ромашку я здесь не чувствую тоже. Амра, может быть, где-то там совсем в конце вообще-вообще нет. Это мандариновая нотка, которая чувствуется прям при распылении. Точнее, апельсиновая нотка. Она потихоньку гасает. И остается вот этот вот свежий, классный аромат мандарина цветочно-зеленый. Потрясающе. Никакой горькой нотки здесь нет. Фужерные, цитрусовые. Это группа ароматов. Вот, поэтому, в принципе, не в принципе, а на лето очень классно. Смотрите, как его описывают. Женщина со шлейфом этого аромата дерзка и весела. Ее оригинальность и непостижимость не дают отвести от нее взглядом. Она так прекрасна в своей молодости, своей искрящейся энергии, буйной красоте. Амазонка, плавно сошедшая из дикого жеребца, сирена, зазывающая усталых моряков своими чарующими звуками. Это звезда. Классно. Согласна с описанием, вот стоит попробовать, девчонки, на самом деле, очень крутой аромат. Он был признан лучшим ароматом антидепрессанта даже. Вот как. Про что я вам говорила. Услышав его первые нотки, чувствуешь, как весь мир озаряется светом, укутывается покрывало из блесток. Данный запах кружит, манит, играет с тобой, вводя все дальше в сладкий мир грез. Потрясающий, девчонки, аромат. Я в него влюбилась. Вот из всех трех он мне нравится пока больше всего. На втором месте у меня, господи, господи, Версач. И на третьем месте 1881. Давайте теперь смотреть про мужской аромат. Так, у нас с вами Хьюго Босс. Я всегда мужу беру 100 мл. Он как-то их быстро испшикивает. Ну, наверное, потому что у него 1-2, а у меня 10-20. Туалетная вода. Туалетная, так, парфюмеровная вода. Хьюго Босс, Абосс Ботлот, номер 6. Номер 6. Вот такая. Берем впервые. У нас уже есть любимчики в Падапарин, которые не первый раз берем. Здесь решили попробовать новенькое что-то. Давайте тестировать. Ой, какой интересный. Запах винишка, девчонки. Не, мне нравится. Я люблю такие ароматы на своем уровне. Он сладкий. Он сладкий. А потом, не знаю, не винишком и не виски. Вот какой-то вкусненький коньячок. Давайте посмотрим. Так. Лаконичность у аромата. То есть он не совсем, не очень многогранный. Здесь мало компонентов. Он сладкий. Вот какой-то табачный, древесный, тяжелой нотки здесь нет. Он достаточно сладкий. Но у него прям классные отзывы были. В верхних нотах теплая слива. Ага. Свежий лимон. Нет, не верхних. И пряное яблоко. А пряное яблоко, да. Но это чисто мое восприятие. Мы все с вами по-разному воспринимаем ароматы. Поэтому надо, конечно, брать и тестировать. Затем пряный, чувственный аромат корицы и гвоздики. Есть пряность. Вот это она есть. И она очень притягательная. Слушайте, я бы сама с удовольствием таким облилась. Он классный. Так. Завершает аромат. Можественные оттенки кедра. Вот. У нас в конце с вами древесные пойдут нотки. Сейчас посмотрим. Чувственного сандала и ветивера. Для решительных, независимых мужчин. Женщина рядом с таким мужчиной. Мужчина и окруженным ароматом босс номер 6 чувствует его манящую притягательность и искренность. Да, мужчины, обратите внимание. Так. Мужественная чувственность. Под маской отстраненности. Очень красиво. Для мужчины, жителей мегаполиса. Уверен, в завтрашнем дне прям красиво, здорово, интересно. Описывают. Мне нравится. Знаете, мне нравится. Мне приятно будет этот парфюм ощущать на мужа. Вот, да. В конце начинают проявляться такие древесные, мужественные нотки. В начале больше вот эта такая сладость-пряность, но она нормальная. Вот на лето она меня сейчас не душит. То есть, конечно, не переборщит. Так с любым парфюмом можно. Он достаточно терпкий. Но больше, конечно, на холодное время года. Но сейчас тоже будет нормально. Он прям неудушающий. Но вот эти вот нотки корица-гвоздика, они действительно чувствуются. Но гвоздику я, допустим, не люблю. Здесь она в своем хорошем понимании, раскрытии ничего неприятного нет абсолютно. Хороший, достойный аромат. Интересный. Очень насыщенный. И да, здесь такой вот сильной многогранности, допустим, как и в женских парфюмах, нет. Он выдает постепенно после сладости вот эти мужские древесные нотки. Как бы на этом останавливается. Все, хватит, девочки. Приехали. Ну, классный, красивый аромат. Красивый, мощный, такой заявляющий о себе аромат. Слушайте, мне понравилось, поэтому я думаю, мужу тоже понравится. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Вот такие вот парфюмы в этот раз я заказала. Надеюсь, вам обзор был интересен и полезен. Вся полезная информация в инфобоксе, если возникли какие-то вопросы по поводу заказа и так далее. В Казахстан, кстати, теперь можно заказать. Не бойтесь, оформляйте заказ. Оператор перезвонит. И смотря в какой зоне вы живете, по-моему, не весь Казахстан, подберут вам удобный способ доставки. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.